Друзья, привет! С вами Станислав, магазин Героскутер-шоп. Ну что, у нас очередная новиночка. Новиночка от компании White Siberia. Встречайте, WS-mini. 2000 ватт, полноприводный, маленький зверь, маленький, шустрый, дерзкий и быстрый. Кто-то называет его электросамокат, кому как удобно. Покатаемся, замерим скорость по GPS, динамику. Погода, конечно же, сейчас не особо такая прям для покатушек. Дождик прошел, но, тем не менее, мы постараемся с вами заснять и поделиться нашими впечатлениями о данном скутере. Ну что, друзья, как вы знакомы уже от White Siberia, мини-скутер, мини-самокат, мини-500 ватт, моноприводная была версия. Сейчас у нас присутствует на рынке полноприводный и также есть моноприводный 1000 ватт. Сразу скажу, они у нас доступны к продаже, доступны к тест-драйву. Поэтому, друзья, я рады будем вас видеть на тест-драйве, на покатушках и, конечно же, на приобретение. Доставочка у нас на помазке бесплатная для данных скутеров. Поэтому, друзья, обращайтесь к нам в магазин, звоните, либо через сайт можете заказать, либо через менеджер по телефону, который указан ниже. Итак, давайте пробежимся с вами по самому самокату. Посмотрим, что у нас здесь изменилось, не изменилось, что добавилось и что в нем такого интересного. Давайте начнем с руля. Руль у нас идет классический, стандартный. Регулировка руля по высоте здесь нет. Высота достаточно, в принципе, классическая. С человеком с Ростовкой, я думаю, что где-то метр девяносто плюс-минус будет достаточно удобно с ним на нем ездить. Сидушку у нас регулируем по высоте. Можно регулировать по высоте, как кататься ребенку и взрослому. Сидушка широкая. Очень важно, чтобы, как говорится, у нас пятая точка себя чувствовала комфортно. Итак, грипсы у нас классические, ничего такого сверхъестественного. Удобные, антискользящие. Два тормоза, передний и задний. Правый у нас идет передний, левый у нас задний. Тормоза у нас дискомеханические, достаточно, кстати, неплохие. Я попробовал покататься на данном скутере. Тормоза схватывают неплохо. Но в любом случае всегда рекомендуем их подтягивать, настраивать прежде, перед эксплуатацией. Так, давайте начнем с левой стороны. То есть по тормозам мы с вами пробежались. С левой стороны у нас идет тумблер переключения, включения света, освещения. Передняя фара у нас линзована идет. Работает в трех режимах. Ближний, дальний и сробоскопа. Снизу у нас находится кнопка сигнала. Сигнал электронный, достаточно громкий. И здесь тумблер у нас переключения. Идет включение полного привода и отключение его. И дополнительно диодная подсветка. Что касаемо, по умолчанию, если вы не зажимаете работу, то у вас только монопривод, то есть задний привод. При нажатии полного подключается передний мотор колесо. И, как говорится, топка в пол и поехали. Итак, друзья, с правой стороны у нас находится дисплей. Дисплей компактный, кстати, такой прикольный, стильный. И все индикации здесь заметны. Это у нас спидометр показывает максимальную вашу скорость. Здесь у нас идет отделение по зарядке вашего аккумулятора. И здесь у нас режимы скорость показывает, одометры, общий пробег, текущее время поездки. Здесь находится кнопка мод. То есть мы ее нажимаем и здесь с вами смотрим и вольтаж в том числе. То есть компактно, удобно. Ну и, конечно же, ключ. То есть здесь нет никакой сигнализации. На самом деле это очень круто. Потому что, кто не знаком с сигнализацией, как таковой сигнализацией, ее назвать очень сложно. Кому надо, как раз подняли, в багажник положили и уехали. Что касаемо, когда у тех скутеров, скажем так, либо самокат, где есть сигнализация. Очень часто бывает такое, что сигнализация, она сама там, если в коробке лежит, непроизвольно сама срабатывает. И тем самым сажает вам аккумулятор. То есть вплоть до того доходило, бывали случаи, что аккумуляторы просаживаются ниже порога. То есть для того, чтобы его, скажем так, оживить, нужно специальный прибор, скажем так, чтобы раскачать аккумулятор. Поэтому здесь идет у нас ключ без вольтметра, ключ зажигания. Рукоятка газа у нас стандартная, классическая, как, в принципе, на всех электроскутерах CityCoco, моциклетного формата. Достаточно удобно, в принципе, нет курка. По мне, вот честно, если такого сегмента скутеры, либо CityCoco, конечно же, удобно, когда есть у вас вот такой вот рычажок, рукоятка газа. По фаре давайте освещение посмотрим. Вот, как я вам говорил, фара работает в трех режимах. По кругу у нас идет освещение, такая диодная красная еще ленточка. Освещение достаточно неплохое. Что касаемо сиденья, сиденье, как я сказал, заднее, сидушка классическая идет, достаточно удобная, мягкая, широкая. В комплекте у нас с вами идет такая корзиночка, которая крепится. В принципе, при желании можно корзиночку снять и докупить мягкую сидушку сюда. Можно ребеночка поставить, ну, конечно же, только ребеночка туда и поместить, я так думаю, да, потому что, иначе взрослую уже неудобно будет ноги ставить. Ну, либо ноги как-то вот сюда, вот, наверное, наперед ставить. Ну, как говорится, здесь уже как у кого-то как фантазия работает. Задний у нас с вами идет стоп-сигнал и габариты, да, то есть мы сейчас с вами включим его, посмотрим. Вот стопарь, габариты горят, вечернее время, да, то есть освещение у нас с вами оно есть. Так, давайте мы с вами поговорим о освещении дополнительном. По фаре мы пробежались к габарите, стоп-сигнале тоже диодные. За что отвечает кнопка LED-подсветка? Давайте мы ее включаем. И что мы с вами видим? Видим на, во-первых, боковая, по бокам у нас идет подсветочка такая, видите, бегущая дорожка в красном цвете, да, стильно, красиво, современно смотрится. В вечернее время такое приятное освещение. И вот, кстати, такую фишку обнаружил, прикольно сделали. Вот такая белая лампочка диодная, вроде диодный, да, диод, подсветка такая, видите, как освещение идет, да, то есть в вечернее время суток у вас освещается, получается, вот этот ваш ДЭК с надписью, да, то есть и такое, как стилистика такая, подчеркивает вашу индивидуальность, да, то есть, ну, это, конечно, такая мелочь, она не обязательно, но тем не менее, такое прикольное дополнение. Амортизаторы у нас имеются передние и задние, вилка стандартная, задняя, соответственно, у нас идет пружина с регулировкой. По заявлению производителя максимальная нагрузка возможна до 140 килограмм. Что касаемо максимальной скорости, максимальная скорость на данном скутере, опять же, по заявлению, производитель составляет в районе 45-50 километров и пробег на одной зарядке, а аккумулятор здесь у нас идет с вами 48-вольтовый на 18 Ач, можно проехать в районе 65-70 километров. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что максимальная скорость, так же, как и максимальный пробег, зависит от многих факторов, как я и ранее говорил, это вес райдера, манера езды и место, по которому вы катаетесь. Ну, конечно, учитывая, что здесь стоят у нас два с вами мотора по 1000 ватт на каждый в номинале, то есть, в принципе, скорость здесь очень достаточно достойна для такого небольшого скутера. И, конечно же, пробег на одной зарядке, если вы будете на полном приводе топить, то есть, проедете немножко меньше, чем, как вас заявляется. А если на заднем приводе, ну, соответственно, чуть побольше. Итак, что касаемо у нас, по этому пробежали, по комплектации. Комплектуется он у нас в комплекте, как я сказал, идет вот с этой корзиночкой. Корзинку мы сейчас снимем, посмотрим, что у нас внутри. Стандартный набор ключей идет. Табличка номерная, можно назад поставить. Как раз вот сюда можно ее прикрепить, так красиво будет. Кстати, кстати, друзья, прикольная вещь получится, знаете, как можно ее использовать? Если вы обратите внимание, такой небольшой, да, то есть, прямо сейчас в голову пришла мысль. Если вы обратите внимание, крылья у нас с вами идут, да, то есть, например, что спереди, что сзади. Если вы обратите внимание, крыло оно задрано немножко, и колесо серьезно выпирает. То есть, в принципе, если в сырое погодное время вы будете ездить, все у вас будет лететь назад и, соответственно, на вашу спину. То есть, здесь нужно как-то удлинять, ну, у нас с вами крыло. Ну, как вариант, может быть, это такое, знаете, конечно, ну, не колхоз, а так поможет это особо или нет. Но, тем не менее, может как-то так поставить, да, как брызговичок, скажем так, да, немножко как-то защитит. Ну, это только что мысль пришла, знаете, поэтому... Так, и зарядное устройство. Зарядное устройство у нас с вами идет, сейчас посмотрим, 2-амперное на 2 ампера. Учитывая того, что здесь у нас 18 ампер часов, то по времени будет заряжаться в районе 9-10 часов ориентировочно. В принципе, по комплектации это все. Итак, что хотелось бы сказать. Колеса у нас идут пневмо, пневматически надувные, 12 дюймов. Клиренс достаточно высокий для своего сегмента, да, то есть, ну, конечно, не такой уж сильно огромный, но, тем не менее, достаточно очень достойный. Габариты и клиренс вы видите на экране. Если нужно, вы можете нажать на кнопку паузу. Итак, вес данного скутера у нас составляет 29,5 килограмм. В принципе, для... ну, не легкий и не особо тяжелый, да, то есть, в принципе, поднять его можно. И учитывая того, что он, вот видите, да, то есть, его можно поднять, в отличие от каких-то других там скутеров. Ну, и, конечно же, он достаточно компактный с точки зрения, что можно сложить. Рулевую колонку у нас, она у нас с вами складная. Здесь у нас идет какой-то фиксатор, что ли? А, ну, походу, да. Вот так вот, да. У нас с вами складывается, да, то есть, и, пожалуйста, можно его транспортировать в багажничек, да, то есть, учитывая того, что у нас с вами еще, в принципе, вот этот руль сам, он снимается полностью, да, то есть, его можно снять и будет покомпактнее. Давайте так вот зафиксируем. Интересно, так реализация необычная. Вот, на данный, на день съемок, на сегодняшний день, цена данного скутера составляет 49 900 рублей. И, как всегда, подарочек от меня для вас, дорогие друзья. Первым пяти клиентам, которые успеют обратиться в наш магазин на покупку данного скутера, гидроизоляция идет в подарок. Поэтому успейте купить классный, классный, очень достойный полноприводный скутер с гидроизоляцией от нашего магазина в подарок. Продолжение следует... 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 Дальше очень много интересного и, как всегда, подарки от меня, от нашего магазина. Ну, а с вами был ваш верный друг Станислав. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!